Здравствуйте, в этом уроке мы поговорим чуть более подробнее о таком понятии, как кредитное плечо на Форекс. Многие начинающие трейдеры почему-то сталкиваются с проблемой с пониманием кредитного плеча, у них есть какое-то недопонимание часто этого понятия, что это такое, для чего оно нужно и есть ли разница, насколько это кредитное плечо велико, так как существуют разные величины кредитного плеча, есть 1 к 100, 1 к 50, 1 к 500 и бытует мнение, бытует миф о том, что кредитное плечо ведет к потере денег. Это совсем не так, и в этом уроке мы поговорим о том, что же такое кредитное плечо, чтобы у вас не осталось недопонимания, а также разрушим миф о том, что большой размер кредитного плеча как-то влияет на проигрыш, на Форекс. Итак, что же такое кредитное плечо? Давайте для начала проясним вообще это понятие. Плечо, как я уже говорил, может быть разных размеров, 1 к 20, 1 к 10, 1 к 100, 1 к 500. Причем вам позволяет торговать большими деньгами, чем у вас есть на счету. Именно поэтому Форекс является одним из таких сильных активов, которые могут вам помочь заработать много денег, имея на счету их не так много. По большому счету вы используете деньги, беря их взаймы у брокера. Давайте рассмотрим пример, чтобы было понятно. Итак, допустим, Иван имеет счет у брокера размером, скажем, 5000 долларов и решает торговать одним целым лотом валютной пары, американский доллар, японская иена, то есть лотом 1,0. Для того, чтобы торговать одним лотом, Иван фактически использует в торговле 100 тысяч долларов. Но если он использует кредитное плечо 1 к 100, то в этом случае залог в 1000 долларов берется с его счета, а 99 тысяч долларов предоставляет брокер. Ему нужно, Ивану, всего 1 сотая от нужной суммы. Оставшуюся часть предоставляет брокер. Это вот такой большой плюс, большая сила плеча 1 к 100. И как же брокер защищает себя от возможной потери денег? Ведь никому не интересно, чтобы какой-то там Иван взял у брокера 99 тысяч долларов и ввел его в убыток, если он открыл какую-то неправильную позицию. Брокер защищается очень просто. Потенциальные потери Ивана ограничены суммой на его счету. То есть больше, чем у Ивана есть на счету, он проиграть не сможет. А брокер в любом случае в убытке не останется. Итак, давайте предположим, что позиция, открытая Ивана, приносит убытки, и цена продолжает идти против него. Что же будет? После достижения уровня незакрытого убытка, допустим, в 4000 долларов, всего у Ивана, напоминаю, на счету 5000 долларов, брокер может позвонить Ивану, либо отправить письмо, и попросить его добавить денег на счет, либо же закрыть убыточную позицию. Это называется margin call, дословно «звонок» по поводу маржи, если переводить с английского. Ну, сейчас уже никто не звонит. Это раньше, когда все позиции открывались только с помощью телефона, происходили звонки, и такое пошло название. Сейчас же вам могут прислать либо письмо, либо же позиция автоматически закроется при достижении уровня залога, установленным брокером. Вашу позицию закроют автоматически, без уведомления. В случае Ивана, для открытия позиции с его счета берется залог 1000 долларов. Итак, рынок идет против позиции Ивана, который изначально стоит 100 000 долларов, и незакрытый плавающий убыток достигает 4000 долларов. Средства equity на счету Ивана сейчас равны 5000 минус 4000, то есть 1000 долларов. Если Иван сейчас закроет позицию, у него останется 1000 долларов. Когда средства на счету равны или же меньше требуемого для поддержания позиции залога, происходит margin call. У разных брокеров он может быть разным, но, как правило, это 20-50% от требуемого залога. То есть, когда средства на счету уменьшаются до, скажем, 30%, как я уже говорил, может быть разным этот уровень колебаться, от требуемого залога, происходит автоматическое закрытие позиции. Допустим, на счету Ивана сработал margin call. В этом случае, когда позиция закрылась, скажем, с убытком в 4500 долларов, ее стоимость составит 1000 долларов плюс 99000 долларов, которые добавил брокер в качестве кредита, и минус 4500 долларов убытка. Итого 95500 долларов. Брокер возьмет все эти деньги, то есть заберет то, что он дал, плюс заберет недостающие 3500 долларов, чтобы вернуть 99000 долларов, которые он одолжил трейдеру. Таким образом, весь убыток по позиции целиком и полностью ложится на счет Ивана, на котором после срабатывания margin call остается всего лишь 500 долларов. Аналогично, если позиция выходит в прибыль, то есть происходит наоборот все, то весь профит получает Иван после того, как закроет позицию. Рассмотрим этот же пример, но уже с точки зрения получения прибыли. Допустим, Иван одалживает у брокера 99000, и 1000 долларов залога берутся с его счета. Открыл Иван лот 1.0. Эта позиция приносит прибыль в 8000 долларов, идет в сторону Ивана котировки. И когда позиция закрывается, у Ивана остается 99000 долларов брокерских денег, своя 1000 долларов, и 8000 долларов, которые он заработал. Итого 108000 долларов. По закрытии позиции, 99000 долларов брокер сберет себе обратно, 1000 долларов залога вернутся на счет Ивана, и плюс Иван получит прибыль в размере 8000 долларов. Также перейдет прибыль на его счет. Причем за использование залога этого никаких дополнительных процентов, никаких комиссий с Ивана не берется. Это и есть кредитное плечо. Это обоюдоострый меч, который может вам помочь заработать очень много денег, либо же потерять их также очень быстро. Существует миф о пледе большого кредитного плеча. Что, мол, если кредитное плечо, допустим, 1 к 500, то это обозначает, что вы точно проиграете. Это совершенно не так. Проиграете вы или нет, зависит от глупости трейдера. Давайте рассмотрим пример. Есть два счета. Один с плечом 1 к 100, другой с плечом 1 к 500. На обоих счетах мы открыли по одинаковой позиции. Допустим, покупка евро-доллара слотом 0,01. Вопрос. На каком счете больше риск? Как вы думаете? Ответ простой. Риск одинаков, так как мы открыли одинаковую позицию по размеру. Допустим, мы проиграли 100 пунктов. Что при лоте 0,01 составит 10 долларов. Разве сумма проигрыша увеличится или же уменьшится от того, что у вас кредитное плечо 1 к 100 или 1 к 500? Никоим образом. Большое кредитное плечо позволяет открывать позиции большого размера при наличии маленьких средств на счету. Ни больше, ни меньше. Все. Больше у него никаких магических функций нет. Если вы используете адекватный уровень риска, разумно определяете размер позиции, то хоть у вас кредитное плечо 1 к 100, хоть 1 к 500, хоть еще какое-то, это ничего не меняет. В каком случае кредитное плечо, его размер именно осущественен? Если вы хотите превратить форекс в казино, то есть открывать какие-то очень большие позиции, что в итоге оказывается ситуация панк или пропал, то есть все время идти ва-банк, тогда да, вам поможет кредитное плечо, либо же удвоить и троить свой депозит за день, либо же его проиграть сразу же. Также кредитное плечо, большое кредитное плечо, полезно при торговле советниками, использующими систему управления капиталом Мартингейл. Вот для советников на Мартингейле уровень кредитного плеча часто бывает критичен. Это такие опасные советники, но этот курс не о советниках. О советниках мы подробно говорим в курсе Порекс на Автопилоте. Вы можете скачать его на нашем сайте предлокерпро.ру. В этом же курсе мы сосредоточиваемся на основных понятиях, на начальных знаниях. Итак, большое кредитное плечо полезно при торговле советниками на Мартингейле, а также, если вы хотите поиграть в рулетку, открывая огромные лоты. В остальных же случаях, если вы используете адекватный уровень риска, об этом у нас отдельный урок, размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска торговли. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова